Сейчас, я думаю, высказаться будет очень много желающих. Есть предложение продолжить, но попустим вас. И закончить в шесть. Не позже шести, потому что я боюсь, что уже через полтора часа начинается. Скорее всего, уже разводка одних и тех же вопросов, которые уже прозвучали. Смотрите, сегодня у нас из города присутствует заместитель мембрана Расштаба Антон Алексеевич. Первый заместитель. Михаил Борисович, это замбера, председатель комитета по экономике и экономике администрации города. Он и сделает презентацию. У нас, я не говорю, человек, и неправомощные по правам предпринимателей. И тут достаточно большое представительство общественности, как общественную палату, так и, в общем, непосредственно заинтересованную лекцию. Я бы хотел, наверное, сначала дать слово для короткого ввода вообще в проблематику. Антона Алексеевича, зачем мы послушали упомянувших, которые представят... Как проект называется, Иван Борисович? Да, собственно, тема для обсуждения проекта. Тема, проблематику. Ну давайте, собственно, мы привыкли к красивой разводной концепции. Да, негде не оставать. Да, тогда так. Мы представим некое представление администрации, которое предлагает нам всем для обсуждения. После обсуждения, наверное, вне сильнее какие-то коллективы. И, собственно, мы постараемся, ну, так скажем, каким-то коллективным разумом выработать некую последовательность действий. От себя хотел бы просто два слова сказать, что проблема крайне непростая. Она лежит абсолютно в разных полоскостях, в том числе она лежит и в направлении градостроительной и внешнего облика нашего города. И мы с этим не можем с вами считаться. Я попросил бы всех вообще об этом всегда помнить, потому что мы здесь живем, и нам не безразлично, как выглядит наш город. На этом я заканчиваю свое короткое выступление. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Георгий Юрьевич, я в этом году познавчил. Мы сегодня со стороны администрации принимаем лет действия. Мне кажется, каждый из вас согласится с тем, что тему таких нестационарных дороговых отечеств нужно поднимать. И этот вопрос нужно решать. Потому что эта проблема у нас с вами строилась в летаемом. Мы пришли сегодня к тому, что внешний отдых, я считаю, что, наверное, это можно поставить на первое место именно в плане развития города, именно в облике города, особенно в примере 360-летия города Иркутска. Мы должны вместе с вами выработать и вас просим в этом нас поддержать, тот правильный баланс, чтобы мы могли с вами защитить именно бизнес, который сегодня очень много задействовал именно в данной сфере бизнеса. И привели в порядок те участки, которые у нас сегодня есть. Город развивается очень активно. И вот когда они со стороны торговые объекты ранее размещались, все-таки это в разных частях города, но город у нас меняется, город у нас растет. И уже есть места, есть возможность уйти от точечной, можно сказать, торговли и перевести их в объекты. Вот, можно сказать, на первых этажах у нас в каждом жилом комплексе есть возможность разместить. Но мы должны с вами соблюдать тот баланс, потому что мы предварительно давно смотрели, что порядка 15-20 тысяч людей сегодня заняты в этой отрасли, которая обеспечена. Это я имею в виду, что и подвоз продуктов, различные виды торговли, которые осуществляют эти нестационарные объекты. И чтобы не было этого, как правильно можно выразиться здесь, взрыва общественности в этом направлении, мы бы хотели у вас попросить поддержку в этом направлении, поддержать нас, потому что мы движемся. У нас есть свои шаги, которые мы определили, вот, если сегодня Ван Грисович сделает отчет по видению проблематиков, которые мы столкнулись, вхлевит порядок. И в будущем, я думаю, мы определили с вами те правила игры, по которым мы будем все вместе двигаться. И каждый из нас будет, по крайней мере, в инженерной администрации отвечать, и все открыты, и очевидно, как мы действуем. Но самое главное, наверное, на зрелых вопросов, один из вопросов, которые мы устроили, что эти нестационарные объекты находятся на сетях инженерной инфраструктуры. И сегодня очень сложно нам упорядочить вот этот процесс, хотя мы удвижимся в этом направлении, чтобы и совместить тоже, повторюсь еще раз, балансы на тех сотрудников, которые там работают, жители, потому что удобно. Не всегда есть, вот, если вы в этой крупной сетях супермаркет Свата, да, не всегда удобно дайте, может быть, хлебный киоск или еще какой-то киоск, но удобный для жителей. Вы должны им тоже дать это условие, дать возможность там пользоваться, потому что мы управляем, что все эти нестационарные объекты, они востребованы, раз они существуют сегодня на территории. Ну, в принципе, у меня тут слова все, и хочется вашей поддержки. Может быть, предложение, которое вот от нас. Этот вопрос у нас, мы для себя поставили, наверное, год будет переходный, мы проведем соблюдение, там очень много, вам, Борисыч, расскажет сейчас нюансов, это и заключенные договора, где-то и незаключенные, где-то у нас там очень много видов. Сегодня именно по некоммерческим торговым объектам, хозяйственная деятельность как осуществляется, мы хотим привести это все в порядок, чтобы это было открыто. И это все может быть, было для нас очевидно, что это должно все быть через электронную площадку, чтобы открыто, каждый участник мог понимать, когда он в этом бизнесе сегодня принимает участие, и мог вовлечить тот процесс более открыт. Спасибо. Ну, пожалуйста, у вас сложные доклады, что у нас всегда. Я спрашиваю, друзья, у вас есть, чтобы мы подберем в дискуссию. Что, коллеги, я в первую очередь хочу призвать всех вешеные конструктивные дискуссии, потому что вопрос действительно сложный, и все здесь, скорее всего, присутствующие, очень глубоко знают погруженные предметы, знают практику прошлых лет, и в связи с этим могло накопиться много, скажем так, вопросов, сложно решаемых. Они у меня действительно не пространственные ограничения, и юридические, и зачастую ограничения человечественного факта, с которым мы видим. Поэтому всех призываю, ну, конструктивные, уважающие друг друга дискуссии, к обмену мнениями, потому что мнения у нас один и тот же вопрос, могут быть разные, мы и для этого сегодня не собираемся, чтобы их все обсудить. Ну, тут название «Стратегия НПО-2021», наверное, оно, действительно, неподходящее, потому что не может быть без каких-то общественных слушаний едино принятой какой-то стратегии одной стороны, потому что слушание и учет обратной связи должен быть произведен. Следующий слайд. Здесь я прокомментирую, коллег, здесь не очень может быть хорошо видно, но половина из 1022 мест в схеме – это, скажем так, бессрочные договоры, да, это договоры, заключенные до 2011 года. 17% в схеме – это свободные места в схеме, еще 17% – это места, которые, по факту, заняты, то есть это есть места в схеме, но нет предпринимателей этого уровня. Август-сентябрь 2020 года мы провели торги на 8% в схеме, и 9% – это сезонные НПО. Таким образом, получается, что 48% – это 480 мест в схеме, которые имеют, скажем так, подвисший юридический статус. То есть вот этот, на сегодняшний момент, это ключевой вопрос, который был инициирован процедурой ОРВ, положение размещения блоков, да, мы включили пункт номер 6, как переход на клинику, и по результату которого эти договоры будут расторжены. Но мы уже собрали обратную связь, сейчас формируем отчет свода предложений, и этот отчет будет опубликован в пятницу. И этот пункт, на данный момент, шестой пункт, мы его исключили. Почему? Потому что в данный сектор мы консультировались с Андреем Николаевичем, и его действительно нужно прорабатывать очень глубоко. Поэтому там стоит очень много вопросов, о том, что будет происходить через этот год, какой объем работы мы формируем, какие процедуры мы потом его сможем провести. Поэтому вопросов действительно очень много. Сейчас просто, скажем так, одним плоским пунктом мы этот вопрос не решим, потому что объективно здесь очень много оправданной связи, которую надо обсуждать. Для этого мы все не собираемся. Далее, мы все знаем, что есть в штатном января распоряжение господина Бешустина, о том, чтобы рекомендовать, продлять органы местного самоправления, продлять договоры ЛПО без проведения конкурентных процедур. Эти рекомендации получены, мы разговаривали со службой потребительского рынка, понимаем, что нам нужны дополнительные разъяснения от МИИ фронт-орда по этому распоряжению. Также нужны дополнительные совещания со службой потребительского рынка для определения вообще понимания, как те обозначенные сроки по этим рекомендациям привести местные муниципальные нормативно-правовые акты в соответствии с тем, что здесь написано, насколько это будет или не будет противоречить законам конкуренции о проведении конкурентных процедур. То есть мы эти вопросы не можем, скажем так, принять в действие, то есть здесь это распоряжение носит на данный момент рекомендательный характер, а далее мы должны провести всесторонние конфликации и понять, как мы будем конкретно соответствовать с этим действиям. Следующий статус, пожалуйста. Далее я хотел бы просто обратить внимание и поговорить несколько моментов, которые касаются архитектурного облика. Насколько, ну, например, проблематик. Все присутствующие здесь, скорее всего, знают, но я покажу не только никакими примерами, но и политиками. Следующий статус, пожалуйста. Один настоящий, да, небольшой киоск. Следующий статус. Полностью киоск, отвергнутый в баннерной ткани. Следующий статус. Киоск на зеленой зоне, да, хотя это на данный момент считается практически нормальным. Следующий статус. Это уже позитивные, да, уже примеры, эти проекты остановок, да, которые были разработаны еще в феврале, там, в 2018 году. В данный момент те торги, которые мы проводили, то, что нам подавали эскизы этих остановочных пунктов, и они проходили это все в порядочный и хорошо. На самом деле все предприниматели, которые в академии торги, они в прошлом году, в сентябре, но опыт показал, что эти предприниматели, которые получают долгосрочный контакт, это, кстати, я уже не сказал, это основной принцип, да, когда мы говорим про политик, турбок, да, мы абсолютно понимаем, что залог экономический это долгосрочный контакт. Предприниматель должен быть долгосрочный контакт, который мы уверены, и тогда мы получаем архитектурный облик. Следующий слайд, это вот так же новый фиоск. Следующий, это цветы, да, цветы у нас, в общем-то, следят за тем, чтобы витрина их была наиболее открытая, и вот это в полном мире соответствует правилам благоустройства, которые сейчас в городе приняты. Следующий, следующий. Да, ну, какие-то, ну, тут респонденты, следующий. Тут пространственные вопросы, да, которые нас все полнуют, на самом деле, это скриншот, да, из съемок для расположения МПО. Здесь я просто хотел показать, что разный статус самих этих объектов, то есть объект может быть расположен по парту, то есть у него нет договора, но у него есть место в Схеме. Это может быть свободное место в Схеме, но в прошлом году я не раз слышал, что давайте проводить торги, в первую очередь, на свободные места в Схеме. На самом деле, коллеги, если просто взять эти свободные места в городе и на все их расыграть на парках, мы тоже получаем очень много проблем и вопросов, которые занимают свои места и говорят, почему рядом самовольно размещен, скажем, объекты, которые вне Схемы и которые без договора. Ну, у нас есть вот эти бессрочные каталоги, которые практически 50%, ну, и здесь участие скринга стоит на одной основе аукционных сетей. Здесь на это изображение я хотел бы обратить внимание, что вот здесь выполнен сквер, выполнен сквер, да, то, что вот здесь подписан самовольно размещенный, на самом деле, это не так. Да, то есть это я, для примера, на этой картинке хотел просто показать вот эту проблематику, что они все разные, и у них у всех разные вопросы. Но что здесь видно, да, что выполнен сквер, и в углу сквера, на том месте, где должно быть зеленое насаждение, строить павильон. Ну, для города это тоже большая проблема, то есть как и архитектурный облик, так и получается быстро само расположение. Я кому-то говорил, что это расположение в шахматном порядке, ну, не в шахматном порядке, а оно просто тоже беспорядное. И город тоже должен иметь механизмы этим управлять. На данный момент, ну, я опять же, я не высказываю сейчас каких-то готовых решений, да, это все вопросы, которые нам нужно обсуждать. На данный момент так выглядит паспорт объекта, то есть каждый метод, то есть наша схема состоит из множества вот таких вот отдельных файлов, текстовых файлов, и зачастую нам бывает сложно понимать, как выглядит схема, какие изменения схемы не сильны, какие объекты там появились, какие были исключения. И у нас, да, ну, в общем, все согласования со смешными комитетами затрудняются тем, что это равно такая стопка документов, которые, скажем так, с ней неудобно работают. Мы видим преимущество в том, что если мы перейдем в электронную базу торговых объектов, мы видим так, что город самостоятельно, собственными силами, никогда не справится с контролем всех объектов на территории всего города, потому что у нас стоят в целом и назначенные объекты, и это то, что нужно решать в первую очередь. Но также у нас, следующий слайд, пожалуйста, появляется изменение таких основных характеристик, как площадь или специализация, кажется, являются существенными изменениями схемы, и это вообще должны являться в новом тесном схеме. Следующий слайд, пожалуйста. То есть у нас карта города должна быть исполнена и наполнена электронной базой торговых объектов со своими спецификациями, что, в свою очередь, во-первых, даст прозрачность этой схемы, а во-вторых, возможность взаимного контроля за площадью и специализацией таких объектов, и все информации по законности о причине такого объекта. Спасибо. Спасибо. Тогда можно следующий. Ну, собственно, основные проблемы, которые здесь, они вообще все перечислены, но вот, которые на данный момент приводили, да, которые, ну, собственно, подняли наше общественное обсуждение в данный момент, это вот половина договоров и схемы, они являются бессрочными, и нам нужно понять и закрепить их юридический статус. И архитектурный облик, который вместе с получением бессрочного договора тоже должен быть право платным строительным строительным. Скажем так, у нас регулярно уже происходит совещание с комитетом городского, с комитетом строительных политики на эту тему, что мы должны понимать, как именно мы это сделаем, потому что, чтобы у нас не возникло вот такой же обратной связи, что это непроработанное, плоское, скажем, включение 1 июня, ну, предположим, да, 1 июня у нас ничего не происходит. То есть мы должны принять и обратный связь и понять, как именно это реализовывать. Я имею в виду, как конкретно правил, как бы, как бы, в частности, размещения в ВПО, в частности, как внешнего вида. Следующий слайд, пожалуйста. Но у нас есть свои замеченные события, которые мы должны осуществить. На данный момент мы говорим о том, что пункт по переходу в период для расторжения на бессрочных договорах мы должны обсуждать. Мы должны его, соответственно, обсуждать с учетом текущих рекомендаций. Мы хотим выслушать всем мнением, да, и свод предложений, которые мы уже получили. И я думаю, что дополнительно здесь и в зону ДОНы могут, наверное, и должны поучаствовать, потому что такая общепередовская задача, она не заключается в том, что в кабинете администрации она не разрешится. Ну, собственно, на этом я могу закончить, если я с вами не выслушу, если я с вами не выслушал. Для того, как обсуждение, с вами с вами с вами с вами. Спасибо. 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 Значит, на самом деле проблема понятная, да, проблема не одного десятилетия для города Иркутска. И совершенно к делу оказалось вот это распоряжение представителя правительства Российской Федерации, которое на самом деле подписывает, ну, в форме рекомендаций, но однозначно, я думаю, что в связи с последними изменениями, в том числе и в Конституции, мы должны их учитывать на муниципальном уровне, да. О чем же все-таки это постановление правительства говорит? О том, что оказывать содействие в получении юридическими и физическими лицами необходимого количества места, продлевать договоры на размещение НТО без проведения торгов, обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения, увеличение ассортимента, разнообразие товаров, прилагание, реализация юридическими и физическими лицами, содействовать открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов. То есть в распоряжении правительства предельно все ясно и на самом деле дается двухмесячный срок на приведение соответствия с той нормативной базой, которая есть в регионах и есть в муниципальных образованиях. Поэтому у нас дорожная карта, которую мы сегодня каким-то образом согласуем и придем к ней, то времени нет на раскачку. На самом деле те проблемы, которые есть в городе Яркутске, они очевидны для многих городских поселений и крупных городов. Что касается уже реализации этого и дополнения, какие есть предложения из консультации с предпринимательским сообществом. Я хочу отметить, что они не всеобщие, но основные, какие будут дополнения, можем обсуждать. Первое, конечно же, положение о нестационарных торговых объектов необходимо включить следующие. Нормы о возможности продления договоров без проведения торговок при отсутствии нарушения правил торговли и желания хозяйствующего места продолжить торговую деятельность по истечению сроков разрешенного размещения НТО. То есть без торговок. Нормы о предоставлении равнозначных компенсационных мест, например, в случае освобождения земельного участка в связи с изъятием земли для государственных и муниципальных нужд, необходимости ремонта, реконструкции автомобильных дорог, размещения предназначенных объектов и так далее. Установить сроки размещения нестационарных торговых объектов минимально 5 лет в отношении сезонных объектов развозной и разносной торговли, 7 лет в отношении павильонов и воскокостановочных торговых комплексов. Это на примере уже ныне существующих положений Челябинске в области Свердловской и города Читвей. Теперь, что касается переходных положений. Согласно, значит, то, что сейчас указано, что с 1 января 2022 года, как сейчас в предложении сказано, то, что мы сейчас обсуждаем, все места размещения НТО, в том числе по договорам, заключенным до 2011 года, будут выставляться на торги, мы считаем, что это неправильно. Нужно, необходимо предоставить преимущественное право на заключение нового договора для размещения НТО тем предпринимателям, того, которые были в схеме размещения НТО 2011 года, мы назовем ее так, который не действует, как при наличии договора аренды, так и фактического землепользования без договора. А торги проводить только по свободным и новым местам в схеме размещения. В связи с этим, я считаю, что до 31 декабря 2021 года необходимо закрутить без проведения торгов новые договора на размещение НТО сроком на 7 лет с хозяйствами субъектов, фактически осуществляющими деятельность в НТО на основании схемы размещения 2011 года, которые были фактически расположены на 31 декабря 2020 года. То есть мы предлагаем зафиксировать эту дату и ее точку отсчета для дальнейших действий. При этом отмечу, что в ряде нормативных актов других муниципальных образований нашей страны уже давно предусмотрено такие положения, и, собственно говоря, после консультации с Минпромторгом они были положены в основу распоряжения правительства, которое Мушислин подписал в 30 декабря 2020 года. Это, я думаю, что основные моменты, которые мы зафиксировали, которые, и, собственно говоря, еще от себя буквально минуты. Мы с вами уже разговаривали на эту тему. Вот что касается схемы размещения, я думаю, что она должна на местном уровне стать неким приложением, генеральным планом развития города. Тогда ее принятие будет представлять возможность понимать развитие бизнеса всем участникам этого процесса, и в нее уже вносить изменения в соответствии с теми проблемами, с теми изменениями, которые предшествуют изменению документов, составляющих генеральный план развития города. Если мы пойдем по прежней схеме, когда на каждый год мы будем эту схему устанавливать, тогда у нас уверенность у бизнеса в своем дальнейшем положении. И, конечно, не будет, и, конечно, никто внешний вид, о котором мы говорим, больше всего приводить в порядок не будет, потому что это существенные затраты. Если этот приниматель будет понимать, что у него на 7 лет долгосрочный договор, о котором он будет соблюдать приняты на себя обязательства, конечно, я думаю, что многие предпримут ряд шагов, которые позволят привести в необходимый внешний вид свои инстационарные торговые объекты, будут понимать правила игры и, конечно же, способствуют тому, чтобы были цивилизованные способы организации торговли. Кроме этого, конечно же, в первую очередь нужно обратить внимание на те районы, которые не современные застройки. Я вот с Антоном Алексеевичем согласен, что в новых участках парклаза строительства с учебным требованием времени там, безусловно, первые этажи предусмотрены. И там, наверное, безусловно, нет такой необходимости большой дистанциональной. Может быть, развозной какой-то, сезонный, это есть, и нужно там посмотреть. А старые-то у нас, в которых большинство районов, там же нет этого. И я считаю, что вот эта тема, когда мы проглацем 30 тысяч, говорим, людей, которые задействованы, я думаю, что это общее отношение бизнеса в Урховске должно быть к малому. Первое – это отношение как к тем, которые создают рабочие места и обеспечивают свои семьи. Во-вторых, город, руководство города на бизнес малое должно смотреть как к тем, которые приходят туда, куда никакая сеть не придет никогда и заниматься этим, действительно, никакие государства не будут. То есть малый бизнес придет куда-то. И только в третью очередь к тем, которые, ну, так сказать, являются налогоплательщиками. Вот эти три позиции, если мы в правильном таком последовательном смысле мы ставим для себя, я думаю, никогда и обсуждение вопросов будет происходить в этом вещественном позиции, и принятие соответствующих решений. Спасибо, мне кажется, очень существенное и особое такое дополнение. Иду средств, потом опору России и работаю. Ваши судьбы. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, вот мы с вами здесь собрались обсудить острый конкретно один вопрос, да, интеллок. Причем, наверное, для вас было некоторым удивлением, такая острая реакция почему-то в предпринимательстве сообщества именно в городе Иркутске произошла по тому следу, когда на сайте был размещен проект нормативно-правового акта со стороны городской администрации, который регламентировал данные вопросы. И что опять все сполошились, казалось бы, да? Здесь вот идет речь о том, когда мы выдергиваем один волосок из головы абстрактного человека, и по этому волоску пытаемся получить полный диагноз, вот это сердечно-сосудистые системы, как дальше. Значит, смотрите, на сегодняшний день предпринимательство и среда в целом, и в городе Иркутске в том числе, находится, ну, в чрезвычайной кислотной среде, давайте скажем так, да? На нее обрушилась с 1 января этого года куча негативных факторов. Какие первые, когда, допустим, наукная недвижимость, на коммерческую, да? Значит, переход с НВД на другие виды налогового вложения, потом маркировка товаров, онлайн-кассы, начисление подвергнутым коммунальным отходом, вот 4 кита, которые появились, знаете, все, минусом, 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 все, кирпичом, 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 утяжеляющие, так скажем, да, его движение вообще в этой жизни. И вот пятый получился такой, раз выскочил, на младен правого вакта, причем таким странным образом, за 3 дня до выходных, а после выходных еще один день, бах, и вопрос закрыт. Куда спешим? Зачем спешим? Ведь последствия такого вакта, ну, они чрезвычайно острые, у жизни было сказано, с каких людей это касается. Значит, это все в целом создает впечатление у предпринимательской среды таковое, что малый бизнес ни в регионе, ни в городе Иркутске по факту неинтересен. По факту к нему относятся как к пыли, которая лежает под ногами. Сейчас скажут любую чиновник, а вы что? Мы вас любим, говорит, что? У нас только программа для вашей поддержки, у нас только институтов для этой поддержки. Мы берем реального предпринимателя и с жизнью выдергиваем, и начинаем с ним беседовать. И получается, да? Народная недвижимость в Иркутской области у нас гораздо выше налоговая недвижимость бесконеческая, чем в Москве. Ну, странно, конечно, мы же, так сказать, живем в багаже, гораздо в Иркутской области здесь, и имеем зарплату гораздо больше, выше, чем в исключении. Это само собой. Патенты из системного вложения. С одного квадратного метра, значит, вводим проект, наше Министерство экономической области считает, в багаж опять в три раза выше, чем в Москве. Ну, и че, ну как? Да нас, если бы трясти, видимо, да, мы его предпринимаем внутрь из постели. С настолько бриллиантка Амаза высопится, что мы сразу все бюджетные вопросы закроем в Иркутской области. Такая философия подхода получается. И тогда и под твердым коммунальным отходом, такая же опера, да? И теперь по нестационарно-торговому объекту. Нашли до этих объектов. Зачем такая спешка? Непонятно. И еще опустовалось здесь, мы прямо по промой программе. Вот это распоряжение. Пишусь, мы прямо обратно говорим. Ребята, зачем вы усложняете жизнь? Вам рекомендовано. Спасайте. По всей видимости, это распоряжение. Не просто так развелось, а нечего делать. А идет обвальное сокращение малого бизнеса в целом по стране. Обвальное сокращение. И поэтому, конечно же, ну, ведь как отпущено, многие аспекты налогообложения отпускаются. Федерация устанавливает некие толки, некие рекомендуемые величины и отпускает вниз. Ребята, вы же там ближе к народу, да? В регионе, ближе к муниципалитете, еще ближе. Уж, наверное, вы там любите горячо, так сказать, своих ближайших людей, от мнения которых даже зависит ваша выборность, да, и так далее. Поэтому, конечно же, вы не будете перегибать палку. Философия такая. А по факту получается что? А по факту получается прямо наоборот. Нашим местным представителям власти, нашим депутатам в задательном собрании, нашим, так сказать, муниципальным, ну, по всей видимости, принцип У-2 гораздо ближе, чем принцип, чтобы меня полюбили. У-2 это У-гадать, У-угодить. Потому что как же? Меня, как чиновника, будут сулить и двигать вверх по служебной лестнице. Ровно потому, как я правильно буду все выполнять. А правильно не так, когда мы, там, какой-то грязный киоский с ним предпринимать, что там торгует, подумаешь, ничего, помрет, с ним ничего страшного не будет. Поэтому, с тем, что там на Мишустин помощь, так сказать, приходит по этому вопросу, предлагаю, да, совершенно верно, уголномочник, как же сказал, из этой ситуации выход простой, ну, относительно простой, конечно. У нас есть три категории предпринимателей. Вот НТО касаемо города Иркутсии. Первое, это те, кто уже с многолетней историей и работали, и работают, честно, по 20 лет предпринимателей, больше 20 лет работают по 30 лет из таких, да, есть другая категория, про которую сейчас мы молчим, которая пострадала, здесь вот этой последней волны, как у нас была, да, год, два, три тому назад, когда пошли с бульдозерами, с насильщиками, чертовой матери, и так далее, убирать под тем или иным предлогом, убирать, расчищать поляну. Случайно ли, с каких-то турных лиц соображений, да, не сможем дискуссировать долго. Ну и третья категория будет НТО будущие. Понятно, что должно развиваться все и так дальше. Вот эти три категории, каким-то образом, в нашем нормативном правом акте, который мы должны разработать в городе Иркутске, и закон это позволяет сделать, да, надо это все необходимо учесть. И что было сказано, вы предложаете, 7 лет, мы берем как лучшую ставку, которая сейчас есть. Почему 7? Предлагаю 10, предлагаю 15 лет. Потому что предприниматели, которые работают уже 30 лет, они 30 лет работают на вулкане. Ну кому это понравится, да? Если он еще не ковыркнулся, и его инфаркт не шарахнул, ну очень хорошо. Давайте будем подписывать на большее. Да? Да, Валентин, как вы сказали? Конечно, надо же обложить такими, если уж он боярщиком торгует, или еще чем-то, ну пожалуйста, это должно быть четко, ясно и прописано, за что он должен понимать четко, за что он будет решен право аренды. Это должно быть ясно, измеряемо и понятно, и честно, и прозрачно. Это же все можно сделать? Можно сделать, нужно сделать, нужно сделать. Поэтому вот та поспешность, которая была уничтожена, этот право информативный акт, конечно, он удивляет, как минимум. А второе, он имитировал нас с вами к этому собранию. Ну и в целом, да, мне к властям, через тех представителей, которые здесь есть, ну ребята, очнитесь и обдумайтесь, да, зачем вы делаете все максимально давящее на предпринимателей? У нас и так молодежь с каждым годом отсюда только диплом защитили, перевезки с ним отсюда и вылетают. Никто не видит возможности реализовать себя в Иркутской области, в экономике Иркутской области. В экономике Орды Иркутска не могут себя реализовать. Студенты с новыми какими-то проектами. Мы их заставляем, мы их инициируем. Давайте, инновационные проекты, бла-бла-бла и так дальше. Но реальность налоговая, она живота, она есть, они же с ней сталкиваются каждый день. И родители, я не видя, как не мучают шарахать в этом аспекте. И поэтому все нам лыжи наваливают туда, отсюда, из нашего региона. Выход такой, вот этот акт драмативно-правовой, как вот полномочный предложил, хорошо, я еще предлагаю, еще его усилить частью временных рамок, чтобы человек был уверен, абсолютно спокоен. И вот эти категории, условно, которые я обозначил, их надо как-то осмотреть, и этим нормативным правомаком нашим муниципальным, эти категории выделить в особую кассу, скажем так, и избежать, правильно было сказать, избежать этих аукционов. Да, есть дилемма, но вот этот участок новый появился, и скажем, трое желающих. Кому отдать предпочтение? А здесь надо думать, почему обязательно через деньги? А почему мы не можем оценить, кто предложит какой прекрасный проект на этом участке? Или какой будет у него вид замечательный там? Или что он предложил? Вот примитивный к этому участку может поэтому оцениваться? И пусть какая-то непредвзятая, ясная, прозрачная комиссия, чтобы исключить коррупционные составляющие. Это бы оценивало. На предприниматель это, да, он, конечно, как источник исполнения бюджета. Но, к сожалению, это становится на первой очереди у нас. Да, вот как Миноганом развитии считает, как я это понимаю, налог на недвижимость, стоимость патента, потому что дырка в бюджете такая, эту дырку делим на тех, кто сейчас шевелится, получается такая цена. Одного квадратного метра в три раза больше, чем в Москве. Ну и что? А это уже не важно. Мы же соберем эти деньги. А практика пока стоит не соберетесь. Вы дырку еще больше увеличите. У вас увеличится количество безработных, больше будет? Побегут, опять же, государство с этим протянут рукой, давайте нам теперь посудку безработицы платить. Вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. Сам себя человек занял, сам обеспечит свою семью уже честь и мы хвала. Хлопаем в ладоши, кричим ура. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор Ясович, планом на речи произнесу такую, произнесу. Всем понравилось, да? Заранее несколько слов все-таки в защиту и администрации скажу. К сожалению, не все и далеко не все зависит от городской администрации. Потому что базовое и директивное распоряжение нам спускается из города Москва. И как бы мы не хотели, чтобы на местном уровне сделать лучше, порой вот эти московские директивы перескочить нам не удастся. Ну, просто никак. Поэтому мой посыл простой. Ребята, давайте жить дружно. Мы живем в одном городе, и я вас уверяю, люди, которые работают и в городской администрации, они прекрасно понимают всю проблематику того, чего происходит в городе прежде всего. Поэтому, Роман Сергеевич, ты хотел, давай. Затем, Сокова Валентина Викторовна. Валентина Викторовна, зная, как вы любите говорить, то я вас попрошу все-таки покороче вас. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Это самое крупное общественное объединение, что принимать это в России. Одна из наших главных задач – это консервитация предпринимателей и выстраивание фирменов, гералового с органами власти. Чем мы, собственно, и занимаемся? Я всегда и на аркутских площадках, и на федеральных площадках приложу к примеру. Наш положительный опыт, как мы с Иваном Борисовичем по именициативе, кстати, собрали участников, большинство участников рынка наружной рекламы, который, собственно, наш комитет будет на рекламный форум. И договорились о том, как будут разыгрываться рекламные конструкции, исходя из тех масс и проблем, которые существуют. Иван Борисович, я предлагаю эту тенденцию продолжать, не поднимать такой шум. Мы готовы так консолидировать, и можно было встретиться так же на нашей площадке, мы собрали большинство участников рынка, а то и вот это какое-то мнение, а потом уже вышли на публичное слушание. А тут пришлось, тут такой резонанс воззвался, пришлось коллективное письмо чуть-чуть фаз написать. Да, действительно, я согласен с администрацией, с одним пунктом администрации на 100%. Очень много объектов торговых портит вид нашего, облик нашего города. Они просто старые, древние, выглядят как, я не знаю, не будет глядя пример. И на сегодня действительно не существует механизма, как считаю, что нужно отработать с комитетом по градостроительным боевикам, обязательным принимателям выдерживать истеристику. Ну и в городу нужно тогда уж припновить истеристику, отработать с комитетом, привлечь нашего нового архитектора, Атону Михайловичу Жукову, у меня как-то не забудет. И я вот на 100% уверен, что если мы просто предложим в качестве предложения добровольно выдерживать определенную стилистику, то принимателям они это и будут делать, без всяких обязательств. Юрий Евгеньевич, я поддерживаю ваши предложения о экономии времени, и мы, если на вашей площадке собирались, выработали единое мнение, единое предложение по всем вопросам, и наш эксперт Алексей Сергеевич Аблатов сейчас это выскажет. И коллеги, предпринимательство сообщества, большая просьба. А если есть какие-то предложения, очень кратко, конструктивно дополнить, не экономить время. У меня все, спасибо, Алексей Сергеевич, можно? Добрый день. Я 3 минуты плачу. Я быстро, то есть, плачу, и тут первое, с таком согласно с действиями полномочного, и я, по-моему, не знаю еще, то объекты договора, и с торгов, и с сооружения, которые стоят в связи с кей. Север получал фразу, почему 7 лет, ясно, почему 10, почему 7 лет у нас комбинировка не подробно, то есть, если, как раз, если принять решение о подлине, значит, что минимально, я считаю, что 7 лет – это оптимально, ну, в том плане, что растет, город занимается, за 7 лет меняется вид, в полной века, то есть, бизнес и тому подобное. Ну, я вам бы много говорю, вот, Андрейский делал хороший пример по цветам, да, основных стояли, продавали табаком, да, то есть, ну, как мы все знаем, да, то есть, теперь это переделается, так будет теперь длинной лак, то есть, который, чтобы все понимали, да, то есть, по отмещению, а дело табака, то он будет еще в 2012-2013. Прошло 7 лет. Имплоток тоже не с потолка взял решение, почему 7 лет? Минимальный срок. Город идет, город поделается. Это первое. Второе, по тем и порядку, которые принят, мы не против, мы и дорогие, мы и для лица, но на торгах, вот, предложено так, что каждый человек, который предлагает поменять, может предлагать свой скид проект. Здесь можно, правильно, здесь, сборочек, и скидеристы, которые будут в каждом крае, потому что я понимаю, что в центре города можно поставить все хорошо, да, все хорошо. Дай Бог, что все будет все хорошо, но есть районы, где нет освещения, то есть, мы придем за адрес, поставить, теперь придем за адрес, пока разница, надо не будет. мы гораздо интереснее, но это, наверное, основные все вещи. И мы, как бы, скажем так, естественно, чтобы не устраивать, это все, но мы, как бы, мы вам, что-то свои замечания, которые будут в МОРВ, и предоставить администрацию, а вот чтобы было более динамично, на вашей площадке, да, то есть, основных проводителей, представителей общественных палат, которые все аккумулируют, по всей финской середине, да, то есть, 5-6 человек, которые, посредством администрации города Иркутска, отработают 7 раз, а то, что город, акт, кем, ком, 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 кому-то будет плохо, кому-то будет хорошо. Завайте, что мы не знаем, что ли? Я вот двумя руками поддержал вот эту идею, все-таки рекомендовать выработать единый стиль стационарных подболок. Я считаю, это очень странный. У школы мы можем все сделать по высокому классу, хотя бы стилистику, если у него есть формат, я считаю, надо выдерживать, мне кажется, надо дать поручение главному архитектору города Иркутска. Обязательно поверки вырубать, может, для каждого района характерны, потому что молодой дева Центра города, мы понимаем, это историческая застройка, такое дело, там, сутки стоят, третья отдела, там, стоят в четырех этажах, и так далее. Позвольте мне их туда, пожалуйста. Это песня у нас уже очень странный, прямо давно. Мы ложкиваемся с этими нестационарными торговыми объектами с, так сказать, с 13-го года. И каждый год, с прихода нового мэра, у нас новые постановления, мы относим изменения, и вот мы их уже вносили до того, что у нас в 13-м году было около, больше пяти тысяч нестационарных торговых объектов, в основном это поведенный Киорский, но на сегодняшний день, я думаю, сейчас есть доклады, и у нас осталось тысяча и двадцать два. Вот к чему мы пришли с этими изменениями, всех этих постановлений. Я считаю, что вот это постановление, которое родилось, ну, оно требует больших изменений. Первое то, что нужно исключить шестой пункт, как мы сказали, исключить его нужно раз и навсегда, чтобы вообще никогда о нем не говорить. В этот шестой пункт он говорит о том, что вы даете право продать павильон на арендованном земельном участке. Ну, никому не нужно это право. Это его собственность, он любое время в десятого разрешения его может продать. Вопрос стоит о земле. Значит, этот переходный период, я уточняла уже, что остается так, что эта земля переходит третьему лицу, но она переходит на те же условия. То есть, опять же, на тот же неопределенный срок. То есть, ничего не меняется. Кстати, очень нужно иметь в виду тоже, с кеми у нас находится земельный участок, его площадь, находится сам объект, павильон, и все, нет там никакого собственника этого павильона. Фамилии там нет. Поэтому, речь у нас идет чисто о аренде земельного участка, по-русски говоря. Пусть это будет размещение теперь, как угодно, назовите, но это есть аренда. Поэтому, вот этого пункта вообще не должно быть. Значит, почему у нас оказались договора на неопределенный срок? Это было сделано специально. Это чисто коррекционная составляющая. Потому что, мы все прекрасно знаем, когда у нас договор, ни одна из сторон не заявила о его правлении, он у нас является на неопределенный срок. И с ним можно делать все, что хочешь. Его можно расторгать в любое время дня и ночи. И ни один суд нам не поможет. Поэтому, вот с этими договорами мы все время и просили администрацию. Ну, продлите договора тем, кто у нас предприниматели с 93-го года работает на этих земельных участках. Почему у них этот договор? Правильно сказали. Они сидят, как на лукане. Сегодня тряхануло кого-то. Причем, вы понимаете, вот мы считаете, 4 тысячи предпринимателей снесли благодаря вот этим договорам на неопределенный слог. И суд ничего не может сделать. Потому что, ну, вот такой договор. И он выгоден. Толь до того, что у нас сегодня администрация города Иркутска дошла до того, что она 10-ю статью 381-го федерального закона, на основании которого сегодня Мишустина раздал свое распорядение 208-е от 30-го января 21-го года, на основании 10-ой статьи. Так у нас администрация обжаловала его в Конституционный суд, что якобы оно нарушает права администрации. Получили отказ. Поэтому, вот вы понимаете, вот такие вещи, ну, просто, я не знаю, но когда мы составляем вот это постановление, мы, наверное, должны думать. у нас есть полностью право составить нормальное постановление, в которое должны быть включены все те, кто стоит на земельном участке, кто работает, договора с ними должны быть продлены без всякого аукциона. Продлены, продлены, и действительно, как сказали здесь, не менее там 7-10 лет. Почему? Потому что эти договора были составлены согласно действующего тогда законодательства. Это четвертая статья закона 135-го фаса. Там тогда давали всем малому бизнесу без аукционов. И вот тогда заключили договора. Так они сейчас и действуют. То есть, они законные. Говорить о том, что мы какие-то они не соответствуют чему-то, ну, вот это тоже неправда. Все года с 93-го года поднимите все постановления еще и Кубовские подписанные. Буквально предприниматели реагировали спокойно на то, что какая бы ни шло благоустройство города Иркутска, они реагировали на это. Дали им форму, схему, материалы. Вот из какого-то ставки так-то делали. На след через пару лет другая пожалуйста, опять они делают. Но вот эти договора, понимаете, вот столько людей их снесли, причем даже так сносили. Есть решение суда, нашего областного суда, апелляционная инстанция есть. Есть решение, что неправомерно его снесли. Нет, все равно снесли. Все равно снесли. Поэтому люди потеряли вот эту почву. Мы сейчас живем при землетрясении. Свисет нас все время. И поэтому в это постановление, в это четко нужно сейчас внести на основании статьи 15 фаса, 17.1 фаса, 10 статьи 173, 181 закона от Оргомы федерального закона. Мы вносим о том, что все договора, которые заключены до 11 года и даже после 11 года, они должны быть продлены. Это должно быть в постановлении. Чего всегда у нас как вот постановление 5 августа 11 года, в которое регулярно вносилось изменение. Причем, вы знаете, вносилось изменение незаконным образом, а просто оно переписывалось в другие варианты. вот это постановление, вы возьмите схему, прочитайте эти постановления, они один за одним, но они без всяких изменений, они все разные. Поэтому, я думаю, нужно прийти вот к этому постановлению, внести туда для тех, которые будут новые участки, те, которые будут освобождены участки, и те, которые сегодня работающие участки. Это все будет законно, и не надо тут говорить о том, что тут нам не дают чего-то федералы. Федеральные законы нормальные, давайте их правильно читать, и давайте их правильно поменять. И если мы сегодня, действительно, когда у нас пяти тысяч стало тысяча, мы сегодня вот действительно вот эти вот шаговые доступности, мы все выровняем, а вы посмотрите, что сети делают, они не берут продукцию наших производителей, она им дорогая, потому что у них более худшего качества, но дешевая, они отказываются ее брать. А вот эти предприниматели, они их берут, они их берут, они стараются ими торговаривать свежей вот этой продукцией. Вы говорите про магазины, которые строятся, и в жилых домах, так там есть еще одно противоречие, это санитарные правила и нормы, которые говорят о том, что в магазине не должны быть надобными людей, причем они тоже их закрывают преспокойненько расторгают с ними договора. Вот вам второй санкин, который поперек опять встал, то ли брать его и до покупать это помещение, то ли нет. То есть тебе там не дадут торговать. А у нас где магазины, чтобы они без окон были? Это должна быть глухая стена, торцевая, все. Ну что там за магазин? Поэтому вот эти вот все условия, я думаю, нужно прописать. И вот такой срок, который вы дали изначально о том, что предложение принимается с 21 декабря по 25 декабря 20-го. Ну согласитесь, что это жутко. Нельзя за вот такой короткий срок собрать действительно мнение предпринимателей. Здесь нужны и работающие, и неработающие, и кто хочет что-то получить. Поэтому нужно собрать хотя бы представителей предпринимательских сообществ. Они более-менее знают эту работу. И уже так-то вот причесать вот это постановление, чтобы оно вот таким-то не было совсем не совсем хорошее. Поэтому я думаю, все здесь, которые прозвучали предложения, вот действительно нужно внести вот в это постановление. В это постановление. Чтобы это постановление действительно выглядело. Взял его человек, прочитал, и он по нему работал. А не просто то, что вот оно... Они, знаете, очень много тоже. Неприемлемо они были и не обсуждались. У нас сегодня очень часто меняются чиновники в администрации, каждый приходится со своей стратегией. И вот эти стратегии мы уже обсуждаем, обсуждаем, но дальше мы никуда не идем. Предприниматели сокращаются, кто уходит сам, кого убирают. Поэтому я думаю, что сегодня вот эта вот уже власть, которая дает вам это право, давайте им воспользуемся. И федеральным законодательством, и федеральной властью, поможет. Спасибо. Основная мысль, которая вот Валентина Викторовна показывалась уйти от вот этих договоров бессрочных. Правильно? Да, вот эти бессрочные договоры это там и пресновение. Ну да, там есть. Нужно, да, с ними нужно продлить договоры, не заключить там новое, не что-то. Их нужно продлить. Заключить, может быть, вы и не имеете права, а продлить договор, действуешь. Он действуешь, его никто не расторгнет. Поэтому не надо торопиться его восторгать, как вы сейчас предложили, что расторгнуть, а потом будете снова. Вот не надо этого делать. Давайте все те, кто есть, и прописать условия ваши, мы все время просим вас, давайте пропишем условия, вы все время говорите о непорядочности предпринимателей. Что вот кто не торгует не тем, кто не тот, это у нас порядочный будут всем на коне и много чего. Мы нехорошие предприниматели, нехорошие чиновники, но жить-то нам надо вместе. Поэтому давайте так пропишем. Если основные вещи, которые должен соблюдать предприниматель, и если он нарушает, ну, жаловься. Тут у нас есть суд, который расстроен, да он и не пойдет в суд, если он его нарушит, действительно. А то получается, у нас, почему мы суды-то повыигрывали по нарушениям, у администрации-то не получилось, потому что говорят, а он торгует водкой. Мы идем в суд, докажите, что мы там говорим. Нет доказательств. То есть это вот просто, вы понимаете, вот просто такое было, потому что не было постановления нормального. Ну, не было. И юристы уже защищают свою честь администрации как хотят, что хотят, кто и делает. Поэтому вот такая сложилась ситуация. Анна Борисович, давайте вообще такая посмотреть, насколько это возможно отойти от бесрочных договоров, да, и отрицательность этого критерий, на основании которых договора могут быть расстройки. Нарушения, секундочку, по таким-то, 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 четкие правила открытой игры, которые мы с вами играем. Мы к этому и стремимся. Я прекрасно понимаю, что мы не будем сегодня работать для кого-то. Кому-то мы хорошо сделаем, кому-то мы сделаем плохо. Мы сегодня пришли на эту площадку обсуждать. Мы сегодня готовы в этом направлении действовать и двигаться, в этом направлении, чтобы было все открыто и очевидно. Но не забывайте, у нас есть прокуратура, которая будет создавать свою правовую оценку, как мы к ней будем относиться по ряду вопросов. Далее, о чем вы говорите сегодня, продите эти города. Я с вас полностью поддерживаю, чтобы продлить. А как мы им сегодня правила игры пропишем, которые мы сегодня с вами выработаем, если мы не будем проводить аукцион, и будут жить они по старым правилам. Мы столько за, веки дней, я полностью поддерживаю малый бизнес. Я только за, чтобы малый бизнес развивался. Я только за, чтобы малый бизнес сегодня подносил доход в казну. Давайте мы правила игры вместе определим. И вот вы правильно говорите, что у нас власть приходит через 5 лет, через 10, через 15, чтобы эта игра она шла по одним нормам, которые мы выработали. Сегодня пока этого нет. Сегодня, когда я, будучи, я приступил на должность свою, вот в этом месяце мы начали активно заниматься этим вопросом, я сегодня не вижу, вот как это было, хорошо или плохо. Потому что есть у нас договора такие, есть договора такие. Сегодня есть не, которые, киоски, которые у нас стоят, десанционированные, незаконные. Мы сегодня не убираем. А если мы сегодня пойдем, начнем убирать, у вас есть много таких киосков, которые сегодня не узаконили. сегодня есть те предприниматели, которые выполняют те решения, конечно, мы их хотим поддержать, но мы здесь сегодня у прокуратуры будем запрашивать. У нас сегодня юридический отдел здесь работает в полном мере провести порядок и соответствие. Мы сегодня никого убрать не хотим. И не было у меня в моем наступлении сказано, что вот мы всех уберем. порядок пусть их 4 тысячи, потому что рынок делает сам. Сегодня потребитель есть и сегодня есть необходимость этого киоска, если сегодня предприниматель стоит и он понимает получает прибыль определенную, и у него потребитель покупает эту продукцию, это здорово. Но если у нас сегодня житель не нужен ему киоск, мы же не говорим, что там только продукты. А вам здорово, когда секс-шопы в этих киосках стоят. Вот мне, например, как родитель, у которого двое детей, мне это не устраивает. И я хочу сегодня определить вместе с администрацией правила. Здесь у нас сегодня будут с вами продукты, здесь у нас с вами будут шампунь, там, здесь сельхозпроизводители. Я вас полностью поддерживаю. Я прекрасно знаю, что вот сельхозпроизводители в этих киосках это здорово. Я понимаю, что сети у нас не принимают товары. Я тоже с опытом определенный. Я только за. Но у нас потребитель сам сделает этот рынок, а мы ему определим правила, как мы будем играть. Мы только с вами, мы только вас поддержим. Никак ему никого сегодня убирать не будет. Но определенную эту зону все равно обязаны. К тому же у нас 381-й федеральный закон, 10-й статья. Прочитайте его внимательно. Она действует. Прокуратура? Да. Мы члены совета при прокуратуре многие вот здесь сидящие у нас. Этот вопрос решался в прокуратуре. И неоднократно прокуратура еще при Никасове, когда он был председателем зам прокурора, писал, предоспереждение администрации о том, что наведите порядок со стационарными, продлите договора, согласно действующего законодательства. И администрация, которая была на совете при прокуратуре, говорила, да, да, мы сделаем мэйч и троимся. Это было, скажите, было, тот член совета при прокуратуре. И сегодня не беспокойтесь, прокуратура областная будет за закон. То, что есть в законе, то она будет за это. И вам за это нечего не будет. нечего Ага. Ага. Давайте слепо скажу. Юрий Евгеньевич, у вас, извиняюсь, предлагаю просто Алисея, может, у вас большой количественник предпринимателей сегодня приглашал, а может, что-то кто-то хочет добавить в ответ, а второе слово. Конечно, Алисея просил. Ага. Смотрите, ну у меня действительно вопрос к администрации. То есть я несколько судебных процессов участвовал в проект предпринимателей именно с администрацией где-то выиграть, где-то проиграть. Вопрос к юристам задаёт, почему вы сносите этот поведённый, а этот неплохой. Причём это же произвол действительно выгодит. А мы вправь. То есть, понимаете, мы имеем право спросить, мы сносим. Причём, вот, это действительно удивительно для всех предпринимателей, почему схема, которая была раньше большая, то есть там было много, потом 1800 было объекты, потом 1300, сейчас 1022. Кто это определяет, почему это происходит без участников депутатского корпуса? Почему вот сейчас, если мы находимся в такой точке, почему бы не принять там какой-то, чтобы каждый депутат имел право просто на своём округе пройти по каждой торговой точке, сказать, а давайте мы вот при условии, что они изменят внешний вид, ещё что-то сделаем, ну, они там ничем таким никакую, пусть, они включатся в новую разрабатываемую схему, и чтобы вот это было. Потому что, ну, я думаю, что чем больше будет возможностей сдавать в аренду этих мест, это и бюджет у города будет хорошо, и так далее, и тому подобное. Вот это первое, да? И смотрите, действительно, почему нет у нас архитектора здесь, и я думаю, что надо вот этим постановлением подвести черту, чтобы у нас не было таких незаключённых до 11-го года, чтобы все с 1-го июля 21-го года пошли с нормальными договорами на 7 лет, на 10, на 15, но были прописаны названия чего его злосят, чтобы в какой срок он приводит облик этого павильона в соответствии с обработанными рекламентами, не надо тут никаких, каждый предприниматель сам ничего не сделает, если не будет обязанного, но должны быть честные правила со всех сторон. И всё, и я думаю, вот на этом можно будет всю эту проблему МТО закрыть. депутаты схему размещения сделать с основной частью генплана, чтобы это был объект территориального планирования, который не по произволу каких-то непонятных чиновников администрации каждый год корректировался, а именно чтобы это было и всё, я думаю, у нас проблем не будет. Спасибо. Идук, пожалуйста. Минуточку, можно сказать? Вы еще приезжаете к главу благоустройства. У вас есть парашков к главу благоустройства. Там и принимателей нет, нигде. Вот мы сейчас говорим про главустройства, и опять же мы сейчас будем куда-то что-то, что-то править. Давайте говорим о этот план. План просто приезжаем его. Опять же, почему-то эти два постановления не работают отдельно. И каждый сам к себе. Да. И еще я вам дополню. Если будет действительно с 1 июля какой-то срок, что все по-новому будут перестраиваться, то даже если какой-то есть повезон, который сейчас стоит не в том месте или еще что-то, какая проблема? Отделите ему на 10 метров левее, на 20 правее, не заставьте еще облагоустроить облагоустройство. Тоже варианты? Тоже равноценные облагоустройства? облагоустройства Вот этот сценарий, который говорит, что не проводим торги, а потом берем действующие павильоны и филоски, и мы должны понимать, что предприниматель, даже имея долгосрочный контакт, он должен иметь какое-то не те правила плагоустройства, а более конкретизированные меры по банерной ткани, по мере блоков, все то, что сейчас есть, оно должно быть очень точным и невоякосмысленным. И этому должен быть установлен срок. А то, с чего вы начали, Алексей Николаевич, я тоже двумя этими поддерживаю, потому что непрозрачность о том, о которой я говорил в презентации, о формате схемы на сегодняшний момент, отдельные файлы, которые, на самом деле, затруднительны и депутатскому корпусу в том числе посмотреть. Вы это сказали, а мы общались на эту тему. когда мы отправляем, это же действительно разные файлы, сложно связать один с другим и на карте увидеть свой округ. И поэтому двумя руками поддерживают стратегиями на то, чтобы давать этому публичность самой этой карте и самой этой процедуре. Она заложена в наши планы. Пожалуйста. Спасибо. Но поддерживаю многих выступавших, которые защищали предпринимателей. В общем, как только этот вопрос стал, я сразу же связался с предпринимателями, которые на депутатской, то есть, сколько они страдали. То есть, сначала им разрешили сделать как стационарный павильон, у всех есть фундамент, канализация, вода. потом их исключили из стационарных, то есть, они снова пытались, снова получили проблемы и как-то пытались выживать. Потом их хотели снести из-за расширения улицы депутатской, имея уже на руках проект реконструкции депутатской, где расширению не предполагало. то есть, это шло на глазах предпринимателей. То есть, они уже видели лукавство, да, и желание администрации на тот момент города от них избавиться. Я считаю, что люди, которые занимались там несколько десятков лет бизнесом, ведь когда эта проблема случилась, за них прописались их защиты две тысячи жителей, которые проживали вокруг. То есть, это значит, что людям удобно, и предприниматели сформировали там рынок, который людям нравится, он доступен, и они не хотят идти в супермаркет, потому что там есть альтернативная продукция. Это же тоже один из существенных элементов рынка, который сформировал среду. То есть, если мы считаем, что супермаркет это верх торговли, это неправильно. То есть, должны быть товары, которые имеют срок хранения три дня, а не полгода. то есть, абсолютно здоровое питание, оно уже где его, люди должны получить, как неправильно, потому что эту альтернативу мы всегда должны дать. Поэтому, я поддерживаю, что никаких торгов не должно быть при предоставлении торговых мест. если эти места выявляются, их надо создавать как можно больше, естественно, тоже предоставлять их без торгов. Я вот здесь с Ильдусом Ильясовичем согласен полностью, что, например, какой-то вид товара или вид павильона или какая-то концепция торговли, она выигрышна, действительно, может быть, с помощью какой-то комиссии, которая не была бы постоянной, а какой-то случайный механизм могло обеспечивать или, может быть, даже самими предпринимателями проконсультироваться, что это может быть за пункт, условия которого они бы устроили. вот, и минимальный срок, я тоже считаю, что нужно все-таки 10 лет. В отношении облика павильона здесь тоже надо какую-то компенсацию, ну, чтобы это был попутный процесс с администрацией, что у нас мало сейчас объектов недвижимости, которые портят вид города, и там не находятся торговли, их полно. и не надо все сваливать облик города на павильон, то есть, но, если какой-то нужен новый, типа, ну, хорошо, подошло время, или еще что-то, но надо давать предпринимателям время, и, наверное, тоже какое-то посильное участие в виде облегчения налогов, или еще что-то, то есть, чтобы это был поступательный процесс, а не давление. Ну, и вот фразу Антон Алексеевич сказал, кому-то сделаем хорошо, а кому-то плохо. Давайте всем сделаем хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Город, за этот цель предпринимать, секунду, наше извинение, что не очень уважаемые люди, мы подняли здесь пласт большой, проблемно, и как же на площадке Думы, города Иркутска, посмотреть этот вопрос вместе с администрацией. Я думаю, что на ближайших заседаниях профильной комиссии мы вынесем этот вопрос, еще раз обсудим его, говорим, услышав ваше мнение, и мы должны оперативно принять решение, которое бы устроилось красиво. Давайте сейчас, 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 коль депутатский корпус достаточно открыт и готов вообще к сотрудничеству, собственно, я не сомневаюсь, администрация в точности также готова к сотрудничеству. Давайте наше сегодня, скажем, первое совещание общественной палате города, свой город выработает предварительное предложение, которое поступило уже в общих чертах, потому что Андрей Николаевич четко их формулировал, коллеги добавили. и я предлагаю провести депутатское слушание и на то, как утвердить вот эту схему разрешения несанкциональных торговых комитетов. если я правильно понимаю вообще фок перекраси неправильный тогда фок расистей на самом деле сегодня звучало, что мы поторопились и я хотел все прокомментировать. На самом деле весь подход с учетом по учету обратной связи, которая сейчас поступила и в режиме это правильно выполненные оценки регулирующего воздействия сегодня мы с вами на этих сторонних общественных службах все здесь подход был на то, чтобы учесть все обратную связь и как раз начать диалог для того, чтобы подрабатывать эти решения. Обычно проблема и некачественность принятых решений, как показывают последние десятилетия, вот по этому вопросу, оно как раз заключается в том, что в нехватке времени разобраться в этом вопросе, насколько он сложный и многомерный. Тут надо доработать правила благоустройства, которые, дай бог, будут доработаны к МАЭ. Я вам говорю с учетом процедур, которые нужны на принятии на МАТИН. Положение размещения НТО это распоряжение мэра. То есть мы постановлением мэра. То есть мы должны конечно же это всесторонне обсуждать, насколько японцы вынесли на феврале, а именно этот вопрос мы перепроверим. И то, что мы заявили как стратегия, мы же по результату как раз и должны выработать выработать и договориться о том, порядок и какие действия города на 2021-2022 год и на дальнейшем эти правила индустрии, которые уже всесторонне обсуждали. Просто хотел бы обратить внимание, что дьявол кроется в деталях, там очень много подводных камней и этот вопрос не настолько простой, как кажется. Готов к дальнейшим обсуждениям предметам окажут. Подложу взять методику расчета стоимости предоставления этих мест подразмещения НТО. В один этот вопрос можно копнуть, когда кадастровая оценка Игутской области отсутствовала в течение полутора лет и сейчас в ноябре, когда эта оценка вышла, мы узнали, что там только кадастрированные теперь участки, что мы применять их к НТО не можем. Один этот вопрос нас приводит к изменению нового акта и увеличению сроков принятия решения. Вот эти все моменты требуют время на погружение. Тут прозвучали мнения людей, которые разбираются в вопросе. Кто-то уже управлял этим, кто-то подучаствовал в судебных делах. Конечно, давайте обсуждать. просто мы пытались проявить этот подход. И пункт 6, я напомню, он был исключен. А то, что он вызвал повод нам с вами сегодня начать обсуждение насколько всесторонне, так это же хорошо. мы же иначе не работаем. Поэтому спасибо. Иван Иванович, я все-таки не понял, когда появится тот самый документ или распоряжение хотя бы во времени вашего представления. Дорожная карта, схема, что каждый будет понимать или не понимать. что вы считаете? Мы должны в течение ближайших месяцев я избирал, наверное, называть какие-то даты которые показывают в презентации конкретных событий, которые должны быть схемам, в которых сейчас относятся изменения. Мы должны изменить методику за ссылку на 67-й приказ порядка торговли. Мы разработали новый порядок торговли. Здесь сидит управляющая часть команды отдела торговли. целыми днями этим занимаются. Ответить конкретно сегодня на вопрос надо понимать, что конкретно вы хотите увидеть, чтобы ответить, когда конкретно это будет. с с и с и и и и и этот проект должен лежать на столе. Вместе с администрацией. Только не затягивайте этот вопрос. Он не стоит этого. Вот не стоит. Это восстановление не стоит этого. Очень просто. Валентина Викторовна. Я вас понял. Можно я прокомментирую вопрос к депутатскому, когда он поднялся. Это действительно очень сложный в городе вопрос. Я свое представление о нем скажу. Ровно из-за нехватки времени разобраться с этим вопросом. Ведь вопрос изначально стоял, Александр Владимирович правильно сказал, что там практически репрессивные меры применялись. Но вопрос скорее всего стоял в том, что же сделать с этим беспорядком и как навести порядок. И в итоге коллега не высказал, что должно быть слово. Я хотел сказать свое мнение. Это не факт, это мое мнение. Что как раз не хватка времени то, о чем вы говорите неделю-две иммунодепутатские слушатели должны услышать готовую стратегию. А мы сегодня начали обсуждение с вами. Мы видим сколько разных мнений. и мы с вами знаем люди, которые участвуют со мной сколько еще было сегодня высказано. Потому что нюансов мнение не надо сейчас делать. Мне не нужно собрать все. Давайте если 20 часов давайте давайте сделаем не превращайся. Меня зовут Александр. Я представляю предпринимателем предприниматель депутатской улице в район танков. Мы находимся там 2004 года. конкретно правильно правильно сказали у нас есть фундамент канализация и подключение воды мы все это делали в отношении администрации и формах архитектуры города на тот момент то есть каждый год мы действительно находимся как на лукане почему внешний вид потому что нет собильности мы находимся на 11 месяцев правильно ну к примеру на нашем нам сказали что будет якобы расширение улицы депутатской то есть Ружникова к сожалению нет он занимался этим вопросом а никакого расширения даже не планировалось но с нами договора мы сейчас находимся на вторике к примеру да конечно мы поддерживаем что нужен внешний вид ну дайте тогда какую-то стабильность вот озвучили срок 7 лет насколько я понял 7 лет это минимальный срок правильно да а почему мы берем минимальный срок почему нельзя взять средний срок к примеру если налоги то мы считаем почему-то по максимальной сроке а если да идти на предпринимателем на встречу то мы берем почему-то минимальный срок ну естественно я вот тоже выражаю мнение предпринимателем категорически против торгов потому что люди занимались люди строили это за свой счет мы там обустраивали сделали пломбы строили мусорную площадку в районе дома номер 7 мы всегда шли с октябрьской администрации на помощь в каких-то субботниках праздникам помогали а сейчас на фанты у нас хотят оттуда управлять без объяснения причины то что договора были расстроены в одностороннем порядке никакие разрушения ничего у нас там претензий никаких не было ну по крайней мере это как раз пример когда не хватило времени развиваться и были просто применены примеры вот так вот создать механизм который будет работать долгосрочно коллеги ну вот мы сейчас здесь перед вами вот команда администрации сейчас над этим работает ну вы и вы открыто сейчас в этом процессе участвует но вот об этом речь вы же понимаете что вы с 2006 года там работаете а там нельзя назвать порядком какой там в районе танка данный депутатский порядок размещения НТО и внешний где там запрошенный договор следующий этап с которого мы начнем разговаривать а давайте тогда представим а как они могли бы стоять в порядке потому что с Александром Андреевичем то что рынок сложился я абсолютно согласен потому что людям это удобно мы с гусосикой свинокомплекс только упал там по жалобам пытаемся трогать люди нам пишут жалобы на то что действительно это люди люди но когда мы проезжаем по советской улице и смотрим перепёртые депутатские ну сложно назвать это порядком вот я вам просто доведелся своим мнением как было принято решение в режиме нехватки времени о том что давайте зачищать вот но это мое мнение по поводу желания людей мы правильно сказали мы собрали не две тысячи пописей а больше трех тысяч пописей местных жителей по поводу порядка мы согласны привести в тот порядок но не надо забывать что мы все-таки стоим на фундаменте у нас есть специальная подключение воды то есть мы не можем его просто взять и сдвинуть те кто нарушает они получают штраф то есть у нас работают и горники и мусорные и мусорные можно я на слово поговорить по поводу торгов вы выставляете на торги вы выставляете на торги не просто земельные участки вы выставляете на торги именно нас которые стоят с 2004 года вот именно мы стоят с 2009 года мы полностью всегда шли на все разговоры с администрацией мы все делали все что надо никаких никогда доводов что у вас что-то здесь не то это не так у нас был еще второй павильон его расторгли и снесли сказал мы просто не хотим дальше и все аргументировали это просто этими словами павильон строил мой отец своими руками а ему просто в администрации молодая девушка сказала знаете что мы больше не хотим и все и вот пункт 2 и 2 где написано расторгаем в одностороннем порядке без объяснения причин почему так я строила этот павильон я стояла годами я нарабатывала клиентуру а сейчас как привести пример придет какой-нибудь человек с деньгами скажет а я хочу попробовать данный бизнес начнет пробовать он не получится у него бросит а моя семья будет сидеть и думать а на что же мне жить дальше ну так же нельзя надо же мы же все все таки я понимаю где то есть закон но человеческий фактор никто никогда не отменял поэтому я согласна мы построим так как вам удобно хотя у меня павильон в очень хорошем положении но если вам надо красный зеленый да мы согласны мы только за но если я потрачу я возьму деньги в кредит либо в долг я построю этот павильон а через месяц мне придут и скажут знаете что пожалуйста освобождайте а где тогда компенсация тогда компенсируйте тогда оплачивайте ту же мою ипотеку те же мои кредиты и я уйду начну заново так же у всех в каждом павильоне я знаю очень много предпринимателей работают семьями каждый павильон содержит по 2 по 3 семьи в моем случае три семьи это моя семья семья моих родителей и семья родителей моего мужа куда мы все уйдем скажите пожалуйста без проблем если вы готовы предоставить мне моему супругу работу которой я могу оплачивать ЖКХ ипотеку образование моих детей без проблем мы не зарабатываем такие деньги чтобы на аукционах аукционные цены это идут не 10-20 тысяч а речь это идут уже о 500 600 800 и выше когда надо и все эти факторы учитывать спасибо что мы выходим в частности даже не спорю что есть кто-то хороший семейный бизнес как мы отнесем стражу выступления в комитете Викторовы когда она говорит молодежь уезжает а им мы будем предоставлять я не спорю мы уходим в частность давайте на сегодня определимся как мы для всех я вас поддерживаю что это семейный бизнес по большей части вот эти РДО это семейный бизнес там задействованы люди там очень много по нарастающей снежной комке набираются вот этих людей задействованы там получают определенный доход но правила должны с нами выработать и мы сегодня пришли к вам что будет и внешний вид и те люди ну а как нам относиться с вами давайте еще с другой случаем я прекрасно понимаю что у нас есть средства массовой информации киоски газеты это низкодоходный бизнес мы должны с вами как-то поддержать мы здесь тоже хотим взять себе обязательства какие-то поддержать это направление должны ли наши читать газеты у них нет дохода такого как там те, которые продают продукты питания мы индивидуально отойдем все вот эти вот вопросы мы их взяли за себя сейчас взять мы никого сегодня не выданы давайте мы дальше возьмем набережную наше которая у Гагарина это стоят киоски на территории земли это хорошо или нет вы знаете когда с ребенком гуляешь и хочется купить водичку это очень страшно мы же хотим что-то купить чтобы они стояли в обоживленных правильных местах удобные комфортные я прекрасно понимаю что мы и туалеты должны сделать работа сегодня в администрации колоссальная мы этим сегодня все и занимаемся мы хотим довести до конца то что вот мы взяли сегодня вот полномочия Руслану Николаевич есть эти пять лет мы взяли на себя обязательства мы сегодня все собрались выслушать вас мы поддержим каждого из вас если есть частные порядки там где-то нюансы приходите ко мне в приемную записывайтесь каждого приму каждого выслушаю это каждая история это судьба каждого приема я это прекрасно понимаю если было наше желание убрать вот как Иван Малисович говорит убрали бы вчера мы же еще убрали никого мы все кем отдали мы вас поддерживаем если вопрос в том что если на метр подальше метр вперед метр назад мы же согласны только вы нам дайте документы через месяц нам не скажут до свидания это же тоже дайте нам срок скажите вот у вас аренда на десять лет но если вы нарушите этот пункт мы идем в суд в суде они новые чиновники которые не торги вот этих участков как мы тут что простите вот без включения вот этих спунтов они правильные мы их хотим есть вот вот порогаться как включить это как вы делали это если это будет то что в соглашении это не это это есть у нас открыто кто-то платит 500 рублей за квадрат кто-то 5000 рублей мы хотим порядок привести сегодня одну из идей которые сегодня есть это зависит от квадратуры мы сегодня давайте мы вырабатывать план мы согласны на разговор на любой разговор только выслушайте нас про друзья я бы еще раз хотел подчеркнуть что каждый человек который работает в павильоне туда вложил деньги душу еще много чего это безусловно ценный человек для урок и просто так никто не собирается взять и лишить кузка хлеба потому что неправильно и безнурадственно я бы хотел еще сделать ремарку все-таки пришла другая администрация и новая администрация она мне кажется гораздо более лояльна и договороспособна давайте и об этом не будем забывать поэтому мы все здесь сегодня с вами собрались но без выводки определенных норм регламентов архитектурных регламентов торговых регламентов санитарных жить нельзя поэтому хотелось бы больше жить но не получается государство с каждым разом нам гайки все затягивает и затягивает затягивает ну что сделаешь живем в таком государстве так вы и пожалуйста что Я три года на рынке, я смог предоставить участие только в двух аукционах. В двух аукционах. Крайний аукцион, точка торговалась, цена была ласкина. Берем 300 рублей, это право заключения на ковыгаре. Срок размещения ТО на 5 лет. Я это прекрасно понимаю, когда я иду на какие-то дни. Я начинаю сейчас не понимать, я нигде не могу занять позицию города. Да, объекты НТО сократили, но город надо обновлять в любом случае. Есть какие-то новые места, и не совсем хорошие. Есть плохие места абсолютно. Есть места рядом с теми павильонами, которые показывали на слайдер. Мне это непрассиво, согласитесь? Поэтому я могу с чего сказать. Было бы здорово, если бы добавили, конечно, новые места для размещения НТО. Также я хочу предложить, поскольку я представляю общественное питание, рассмотреть варианты размещения фудтраков в академии управления. Паковочные места, зоны и так далее. И все-таки я за обновление города. Потому что нас много. Мы молодых, обеспечивозных, с современными бизнесами, с стилями повелённых и так далее. Мы писали письма. По местным положениям о полеустройстве территории я просто, скажем так, хаотично выделил управленные зоны, скажем так, в ярости в районе. Предложил рассмотреть кристалк. Это было бы здорово. Сложно даже, опять же, при направлении в зонах. Хочу привести пример, опять же, классную практику города Ростова-на-Дону. Там в городе между зонами четыре зоны. И там выработан единый скид и идут линии павильонов. Проходится инвестор, который занимается также мурусбольцем территорией. И потом эти объекты сдаёт в аренду. Тоже здорово имеют их место. Потому что даже если у нас стоят павильоны, с друг другом, например, четыре в ряда, они все выглядят по-разному, нет единственной концепции, даже элементарно привезет. Про обнятие панерами я все молчу. Это просто пить павильонов. Поэтому тоже хочу учитывать мнение начинающих нас, занимателей, потому что нам тоже интересно размещение точек. И как бы, в среднем, тоже во внимание, что... Не только здесь присутствуют тех, кто жалуются, а тех, кто еще хотят взлететь. Ну, как раз, то есть, это делать. Хорошо? Пойдем. Пойдем. Добрый день, уважаемый господин. Ну, Роману можно пожелать такой удачи. Почему заходить все места, которые свободны, если мы говорили, что представлялись там все, те места, которые свободили, как вам их внести и так далее, то тоже это тяжелый вопрос, который не понимает, что делать с тем, которые уже лишились, да? Второе. Андрей Николаевич правильно сказал, что нужно определить то, что подсечение, то, что было с предыдущей администрацией, и взять практическую волю и обозначить то, как с первого года школу установлено, что внести законные руки, представлять на аукционы, свободные места, согласованные внешние виды, с согласованными тех условиями, то, чтобы не бегал предприниматель, не подключал электричество и так далее. это простые условия, и обязательно внести постановление, чтобы не было по какому-то одному желанию расторгнуть все договора, также сносы, поведенок и всего остального должно происходить только по решению дела. И мы подготовили все предложения, бумажные информации мы вам предоставим, просим вас смотреть, новым предпринимателям проходить ту же процедуру, которую проходили все уже действующие бизнесы, и вот нельзя купить, вы можете поддерживать. А новым, конечно, есть много мест, вернуть схему, автор, удаленные, разрабатывайте места, вы устраиваете. Отличная возможность. Спасибо. Коллеги, есть у кого что-то добавить? Конечно. Спасибо. Встаем. Да, я тебе небольшую историю сегодня расскажу. Он, знаешь, в 2003 году. Я был руководитель комитета по управлению нового имущества, когда прошел главного специалиста до заместителя мэра, работал 9 лет. В следствии работал 3 года министром имущественных отношений, в том числе полномочия по определенному были наши предприниматели. Значит, действительно, было рано почти 5000 преминых сооружений, они раньше разделялись, признаете, некоторые заключались в договор аренды, а те, которые идут в припоритету по управлению здравительским рынком, договоры аренды не заключались, и просто занималась определенная плата, где не было ни договора аренды, никогда старого номера и так далее. Почему это количество действительно было большое? И каждый год происходило сокращение, но происходило сокращение по определенным принципам. Я думаю, с этим до сих пор будут согласны. Первое, это те, кто не платит арендную плату. Я думаю, здесь никто не будет утверждать, что те, они должны продолжать стоять и функционировать. Второе, это те, кто недократно наружал законодательство, торговал в горе. Также после того, как предпринимателям в соответствии с законодательством запрещено, было торговля алкоголем, многие ушли на игровые автоматы и так далее. В итоге, конечно, временные сооружения тоже сокращались. Ну и, кстати, надо сказать, что после того, как был введен запрет по торговлю алкоголем, многие павильоны просто не смогли сориентироваться в текущей ситуации и ориентироваться в другие введительности. Кроме того, сокращались, конечно, те, которые мешали расширению дорожной сети, например, улица Байкальская, улица Лермаха от существенного расширения подвергались. Там, конечно, в чем ряд предпринимателей было предложено альтернативное место размещения объекта. Кроме того, мы все помним, как размещались те, которые действительно портят в облигах областного центра, так называемая Купава, которые стоят на каких-то деревянных помостках, конечно, такие установлены быть не должны. Ну и, кроме того, это самовое установленное появление. Вот эти принципы, которые были, они не приводили ни к революциям, ни к митингам, ни, что мы видим в последнее время. И вместе с тем, это, конечно, подразумевало, что те, кто предприниматели ведут, по сути, незаконные деятельности, они попадали под сокращение. Кроме того, здесь приводили пример. Очень хорошие, так называемые, те остановочные комплексы, которые были поставлены в конце 2000-х годов, в 2009-2010 мы проводили конкурсы, по которым, помимо того, что устанавливали остановочные комплексы предпринимателей, они еще один или два дополнительно устанавливали остановочные товарищи. Почти 100 штук таких было устроено в течение полувода. Мы, кстати, если будете по улице Декабашки с собой приехать, подъезжайте по улице Красногвардейской, обратите внимание, с левой стороны на остановке трамвая стоит остановочный навес, так называемый, который был установлен по конкурсу предпринимателей. А с правой стороны как раз стоит так называемый, современный модернизированный остановочный навес, который, в основном, экономики, их было два в поводе, они выделили почти миллион рублей, с солнечным батареем, с Wi-Fi'ем и так далее. Но я специально обращаю внимание, кто-то пользуется этим Wi-Fi'ем, обычная либо пенсионерка сидит, либо какой-то человек там прикорнул. Платки хватает буквально два человека. Ну и вот такой у нас новомудный остановочный навес. Значит, на данный момент то установление, которое мы обсуждаем, мне кажется, вообще разработчики мечтают действующее законодательство. Объясню почему. Во-первых, я всегда состоял на том, чтобы проводились торги, аукционы. Я пришел в область. Одно из первых постановлений в районе Стольковской области это было о том, что все земельные участки, которые предоставляют построительство, они идут исключительно торгах. Но если мы говорим о нестационарных торговых объектах, здесь есть специфичные законы, которые необходимо, я думаю, всем почитать и изучить, в том числе, кто разрабатывает данные законы. На данный момент у нас действует постановление администрации города Иркутска 15 июля 2019 года, которое как раз носило изменения действующих схемы развлечения нестационарных торговых объектов. В результате это привело к тому, что 757 нестационарных торговых объектов были исключены с данной схемой. Это противоречит как и земельному кодексу, федеральному закону 28 декабря 2009 года об основе государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации, федеральному закону о защите конкуренции, а также постановлению правительства Российской Федерации 29 сентября 2010 года о подтверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, здания, строения, сооружения, которые находятся в государственной собственности. Так вот, основные моменты, которые заключены в данных администрационных правилах актов, власят о следующем, что внесение изменений в схемы не может ограничить конкуренцию, служить основанием для пересмотра места размещения объектов, строительства, реконструкции, эксплуатации которых была начата за утверждение указанной схемы, а также ограничивать право подпринимателями на осуществление предпринимательской деятельности. Согласно правовой позиции, которая содержится в определении Конституционного суда Российской Федерации 29 января 2015 года, статья 10 федерального закона о пословах государственной инфекционной торговой деятельности Российской Федерации говорит о следующем, что должно быть обеспечение условий для предоставления населения торговых услуг, стабильности прав хозяйствующих субъектов, существующих торговую деятельность, сохранение возможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, предопущение передела рынка, предопущение сокращения или прекращения торгового бизнеса, ухудшение положения субъектно-переплинимательской деятельности при изменении органов публичной власти, схема развлечения инфрациональных торговых конференций, сокращение сверху второго услуга. В результате, я поддерживаю полностью управление Федеральной и Минодельной службы, которое еще в прошлом году, уже пищи год назад, вышло с предостережением представлением от администрации города Иркутска о том, чтобы это постановление было отменено. Насколько я знаю, до сих пор это постановление не отменено, и в конце 2020 года ФАС уже возбудило дело, против администрации города Иркутска. Я сам вопрос администрации города скажу, что постановление мэра можно со всеми согласованиями сделать за полгода, если запомнить. Но почему в течение года не делается то, что предписано управлением Федеральной и Минодельной службы, мне, честно говоря, непонятно. И мы, несмотря на то, что мы привели действующее законодательство на это постановление, мы сейчас пытаемся сделать новое постановление, где прописываем некие пожелания о том, что переходные положения какие-то устанавливают, что в федеральном законодательстве, это ничего не сказано. И, кроме того, самим жущественным в своем постановлении правительства указано то, что заключайте договоры с теми, кто уже находится, заключайте с ними договоры. У нас опять какие-то хотят получить разъяснения, хотя был приказ Минпромторга России 25 декабря 2014 года об утверждении стратегии развития торговли РФ на 2015-2016 год и период до 2020 года, в котором предусмотрено, что при отсутствии системных нарушений правил торговли и желания воздействующих субъектов продолжать торговую деятельность без течения сроков разрешенного размещения инстационарного торгового объекта необходимо одиспечивать правдоление договоров не это разрешительных документов без проявления конкурентных процедур. При горе на строительные необходимости освобождения места размещения нестационарного такого объекта следует обеспечивать предоставление хозяйствующих субъектов альтернативных, полноценных комбинационных мест, прорезуя принцип «меняется место, сохраняется бизнес». Кроме того, уже была права и позиция Конституционного Суда Российской Федерации 2009-го января 2015-го года, которая отказала администрации города Иркутска, как раз про это говорилось после 50-го федерального закона обоснованного государственного регулирования торговой деятельности Российской Федерации. И было указано, что осуществление местной администрации, администрационных уставом муниципального образования КГУ введением полномочий по решению вопросов местного значения должно обеспечить реализацию интересов местного сообщества. При решении вопросов местного значения развитие муниципального образования, в том числе расширение сферы услуг, не может носить произвольный парад. Что же мы видим на данный момент? Я просто в свой случай расскажу, что, не знаю, черт, никто не дернул с моим партнером купить один инстационарный другого объекта, которые посчитали, что рентабельность неплохая, взяли кредит. Значит, и по принципу того, как это было, что если платишь ширенную плату, не улучшаешь и так далее, что ты можешь дальше вести свою деятельность. Вот, если я в трех столовых лет, я половину сока нахожусь сюда. Нам, конечно, говорится, что мы готовы к конструктивному диалогу давайте документы разрабатывать, а мы никого сносить не будем, на результате мы видим совершенно обратный эффект. По жалобе никого гражданина, для буквы КР, включается И, я думаю, многие присутствующие знают, который пишет на самом деле просто жалобу за определенные деньги, значит, выходят исковые заявления сносить нашего объекта. Я, если на результате, ранее не менее обращалась к министерству имущества, который жалобе уходить на суд, в результате проиграли. Теперь уже сама администрация лицепримитета по управлению муниципальным имуществом выходит к нам в суд о освобождении земельного участка. Если раньше одним из доводов было то, что у вас полпроцента земельного участка выходит за границей, и навес, и ступенька выходит за границей, полпроцента, заметьте. Мы эти полпроцента, конечно, обрали, кому, правда, не мешали. Теперь, я думаю, юристы выступали, которые защищают права предпринимателей. Теперь уже вообще никаких обоснований. Не то, что там кто-то аренду не платит, или что-то кто-то вылезет, или алкогольный такой. Теперь просто жалоб, что, кстати, не присутствуют сотрудники КУМИ, потому что комитет по экономике может говорить, что мы все за, а на самом деле другой комитет говорит, а мы против. Значит, и в результате ситуация такая, что просто выходит от освобождения участка. Почему, для чего, зачем. Без объяснений, без всяких. Вот те мнения, которые приводили, юристы там говорят, да мы так захотели, да, а нам так захотелось. Но я, честно говоря, углубившись в эту ситуацию сейчас, конечно, это, во-первых, определенные средства для бизнеса, это затраты, которые зачастую не один миллион рублей, значит, идут. А кроме того, наш объект, если так уж в комплексе говорить, налоговое и налоговое платежи приносят в бюджет форда Иркутска более миллион рублей. Значит, мы, я так понимаю, лишний этот миллион рублей, да, который приносит, и его просто надо убрать, снести, и для чего, почему, непонятно. Но изучив всю документацию с адвокатами, я вижу, что у нас очень определенные перспективы, очень хорошие. Потому что, как у нас, причем, знаете, такая ситуация еще, нам выйдут расчеты арендной платы, нам делают переуступки, говорят, у вас же юридическое лицо занимается, да, деятельностью. Сделали переуступку, значит, юридическое лицо в прошлом году, а потом в суде через полгода мы узнаем, что у нас полтора года назад уже дислокации скучили. Ну, для чего, опять же, непонятно, да. Сейчас, несмотря на то, что уже антимонопольная служба, как я говорю, в дело возбудили, мы подали со своей стороны. Первое, это то, чтобы у нас обратно включили дислокацию, второе, конечно, о том, что у нас незаконно пытаются снести, лишить бизнес. Доклада кончен. Дорога. Дорога. А вы не могли бы уточнить, сколько у вас этажей и метров в квадратных площадке? У нас два этажа, тысяча квадратных метров. Участок занимает 500 квадратных метров. Кроме того, мы однократно делались за насчет экспертизы, которая показывает сборно-разборные конструкции. Если надо, когда-либо администрация будет о том, чтобы снести этот объект, сделать дорогу, когда дорога рядом сделана, в смысле кольцо, я не имею. Мы, конечно, его разберем, перенесем в другой место. Ну, когда это будет? Там два этажа, а не три, да? Да. Красивая точка, да? Красивая точка, да? Красивая точка, да, так бы с юристом. Сделало все? Значит, можно? Можно. Давайте. Ладно. Уважаемые коллеги. Регламный... Регламный пещер. Я предлагаю подвести некую черту. Да? Да. Значит, первое. Все, что здесь прозвучало сегодня, это продолжить протоколировать. Это будет надлежащим образом рассмотрено со всех позиций, в том числе и, безусловно, с точки зрения вас, прокуратуры и так далее, потому что по-другому ничего не получится. Третье, мы хотели бы все-таки обратиться к администрации, обозначить какие-то сроки, ну, там, июнь, июль, там, не знаю, май, хотя бы примерные сроки, чтобы вы понимали, когда появится проект постановления ДНР, хотя бы проект постановления ДНР. Завести это та широкая общественность, это сделать несложно, это сделать вообще нехитро. Ну, пожалуй, все. Ну, скажите, пожалуйста. Один короткий вопрос. Вот хорошо, встречают сроки май, июнь. А что делать в этот переходный период? Тем, кто хочет заниматься торговой в новом месте. Нет, 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 сейчас мы говорим не о тех, кто занимается, и у кого, кто ждет своей участи с действительными сребленными, а тех, кто хочет встать на нестационарный торговый объект. Ждать? Так а сколько ждать? Пойдете, да говорите, садитесь. У нас большинство нестационарных торговых мест стоит просто без договоров, и просто по знакомству. Я вот сколько с этим развязывался, и у нас просили, мы судились и отстаивали. Я хочу сказать одно свое мнение. Я на протяжении 20 лет работаю, мороженым занимаемся, и мое предприятие, оно является социально ориентированным, и имеет статус. У нас насилие, ну и я хочу сказать, и будут множество нас насилие, но я хочу сказать, что нормальная процедура и прогрессивная это только торги и прозрачные торги. Вот, это самое главное. Особенно когда вы-то на торгах участвовали. Я, кстати, не плачу деньги в бюджет города, для благоустройства этого города. Особенно когда вы. А не когда просто заношу как-то... Юрий, ну ты свободные места, никто же не против. Зачем вы учите это? Володя, Володя, давайте поговорим. Вот у вас были торги были. Просто-напросто. Можно я сижу? Вот были торги у нас. Вы два места заняли, вы просто подняли цену и не выкупили эти места. И не дали другим предпринимателям работать. Хотя стоите по 1300 безорков. Вообще вы не имеете права там стоять. И просто-напросто. Прогресс у нас в городе превращается в болото. корруппированных. Людей, чиновников, чиновников, чиновников. Вот и все. Людям надо просто дать конструкцию. Тем предпринимателям, которые все это время осуществляли эти и делали другу устройства. Слушайте, здесь вот ваши фронт, мастодонты, которые работают, сетевики. И, понимаете, говорится, извините, у нас нет денег. Это чушь целая. Мы сезонники, которые выходили в город и платили на аукционы большие деньги. После этого наступки. Это просто-напросто вызывает недоумение. Понимаете, что этот город не пролетает. Это без микрофона. Дискуссия очень хорошо видела. Спасибо за свое мнение. Высказали, конечно. Но как-то мы плохо слушались, что говорим для этого другие люди. Потому что было же сказано. Рабочая комиссия. Три категории людей была обозначена. Первая, это которые люди много лет проработали. Одна категория. Вторая категория, которые пострадали. И третья категория, молодые, которые хотят стартовать. Вот этот симбиоз этих трех проблем мы должны каким-то образом урегулировать. Вот так пойти и сказать, что шашкой на голову. А вот давайте пропускаем на аукцион. Это неправильный подход. Потому что даже Мишусин созрел для того, что это неправильно. Понимаете? У вас какая-то точка зрения. Слава Богу, нас с вами 146 миллионов россиян. Да? Давайте будем ходить под консенсусом. Чтобы мы не рассыпались, не разломились. И чтобы экономика развивалась. И чтобы малый бизнес жил. И молодые, чтобы могли начинать. Мы ведь те, кто по 20 лет проработал, чтобы не кончились. Мы это и хотим сделать. Хотим, это и служить. Мы монополизировали на рынок и все. И живут. Что мы не можем сделать? Мы должны фразировать. Алина, спасибо большое. Все рядом в нашем совещании с Пусть. Товарищ, который на аукционы выходит и сцены задирает. Угу. Скандалит.